друзья всем привет с вами я дима канал владелец аквариума хочу поздравить всех с наступившим 2019 годом с праздником сегодня уже поступил комментарий как там креветки и нужно делать новое видео ну честно сказать по креветкам пока особых новинок нет но так уж и быть я сделаю вот уже в новом году видео о креветкам которые живут у меня в двух сотки все нормально с ними живут растут некоторые хаманок которые отметали уже икру сбросили личинку я переместил сюда одну из них переместил наоборот в отсадник вот если можно увидеть вон панцирь от креветки они успешно линяют он фильтратор на течение сидит его там колбасит нереально но он сидит ему видимо там хорошо вот он видите второй фильтратор вот где мог вон его видно вот если четко посредине кадра смотреть сейчас его пытаюсь приблизить он там сидит тоже вот недавно кормил рыбок поэтому тут есть муляка все как бы плавает фильтратором хорошо по креветкам блюдримом ну все то же самое их не видно их не видно их нужно больше вот кстати такая интересная вот особенность смотрите мелкая улиточки сколько тут в левой стороне вернее в правой стороне ее мало вся в левой стороне возле острова почему так не знаю вот ребята скорее всего в двух сотки все-таки появится какая-то рыба я еще не знаю но скорее всего да скучновато я наверное заведу к стайку какой-то рыба может быть какой-нибудь красочную рыбу радужницу не знаю скажите что по поводу радужницы вообще на креветку будет убивать или нет кто содержит дайте мне ответ пожалуйста вот давайте перейдем уже к креветкам которая на нижнем ярусе сейчас идут включу свет итак но тут без изменений в отсаднике единственное что я у них убрал мог гурхана и поставил вот сюда вот такую лаву с мухом чтобы они на ней сидели вчера был небольшой выход личинки я переместил его вот в свой пятилитровый тут в пятилитровом у меня круглосуточно горит свет вот по свету ребята свет по совету андрея с города белгород который успешно разводит креветку я свет поместил вверх то есть не сбоку снизу на дне а сверху очень хорошо размножается тетраселмис вот у меня там есть обрезочек видео я снимал тетраселвис я сюда вставлю чтобы вы увидели как он вот спускается прям вниз струями такими а и 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 так ну тут понятно отсадник стекло грязное простите это все рабочий процесс по бывшему кубику в котором был типа акваскейп но тут сейчас вишни я их пытаюсь селекционировать вот одна уже претендент на отсаживание в другой аквариум очень тускло ну и вот семилитровый аквариум вот вы видите сколько тут малёчка личинки креветки амана вот тетраселмис видно как он тоже реагирует на свет спускается вниз тут тоже все нормально есть вот на дне сейчас я вам покажу вот они это самые одни из первых личинок то есть когда первый выход был личинки с которыми у меня не получилось вот их там было там ну что около двадцати штук тринадцати выжило три они уже вот крупная и скоро я так понимаю нужно будет уже переводить их на пресную воду начинать уже почти почти месяц прошел с момента их появления вот они уже так более менее похожи на своих сородичей все еще имеют такой коричневый цвет но они плавают еще как то странно то есть они не как креветка плавает а еще там задом как-то переворачивается на спинку то есть не совсем они готовы я так понимаю кстати поэтому по этому нюансу тоже прошу ребят кто опытная дайте дайте совет пожалуйста что делать иван буторин андрей с белгорода павел с ровно дайте мне пожалуйста совет может быть пора уже их начинать пересаживать в пресняк в общем то ребята вот вот такая история на данный момент происходит с аквариумами я в режиме ожидания жду пока все подрастет вот вот как то так а еще по по двухсотки я же все таки начал вносить удобрения сюда еженедельно то есть я беру сюда 20 миллилитров там 22 микро макро железо калия беру 40 миллилитров после подмены еженедельно чтобы не каждый день вот мучиться брызгать эту штуку единственное что я ежедневно вношу это ермолаевский ольгицид по одному а по одному нажатию все на все вот ну а так все по старому как будут какие-то изменения как буду переводить в пресную воду у тех трех мальков креветки я сделаю видео если появится новая рыбка я обязательно сделаю видео вот видите какая у меня прекрасная бактериальная пленка такая как северное сияние просто красота я думаю это сто процентов от нашей воды с крана когда я делал подмены осмосом этого не было у нас такая водичка потому что ничего химического нет у меня в аквариуме и не знаю откуда она может браться на самом деле ну вот ребята вот еще такое коротенькое видео обо всем понемножку вот если есть вопросы задавайте комментируйте ставьте лайки гости канала подписывайтесь дальше будет интересно всем спасибо за внимание всего хорошего